Продолжение следует... Я буду делать маленького снеговика, но нужно сделать и большого. Тут только вопрос. Можно взять какой-то рукав побольше. Ну, и цемента много. Сейчас посмотрим. Ну, это мало. Цементу надо еще. Для небольшого хватит. Так. Кажется, сейчас лето начинается. Новый год не скоро. Но на самом деле, время летит быстро, вы сами знаете. А такие вещи для сада лучше делать заранее. Так, ну вот теперь посложней. В общем, короче говоря, нужно три вот таких шарика сделать. Поменьше и еще поменьше. Так, ну что же, начнем украшать. Так, три, наверное, не влезут. Так, вот это у нас будет потом носик. Так, и нужно найти что-то на голову, что-то похожее на ведерко. Так, покрасила я снеговичка белой красочкой. Но, видимо, еще нужно покрасить, потому что не закрашиваются полоски, рисунок. Сейчас еще покрашу. Я забыла снять, как я делала нос. Я взяла эту зубочистку, обмотала мокрой веревочкой и замазала цементом. И она получается такая, как морковка. Так, крашу я все изделия для улицы. Вот есть водоэмульсионка фасадная. И очень хорошо держится эта краска. Годами у меня стоят. Вот, чтобы сделать из носика, ну носик, как морковку, вот добавила в эту фасадную краску оранжевый колер. Вот, и сейчас... Сейчас покрасим. Сейчас поровнее сделаю, и все, и будет носик. Потом глазки и рот надо нарисовать. Вот такой получился снеговик. Маленький и симпатичный. Но так как он будет стоять у меня на улице, то вместо этой шапочки я на него одену просто крышку от краски-спрей. А на Новый год можно одеть и шапочку. Спасибо всем огромное за внимание.